Здравствуйте, товарищи! Сегодня, в субботу, 24 февраля 2018 года, состоялось довольно важное событие в жизни Рабочей партии России. Она столкнулась не с такими какими-то частными проблемами, с какими-то нарушениями дисциплины или неуплатой партийных взносов, которые она успешно преодолевает. Она столкнулась с тем, что один из тех, кого мы до сих пор считали товарищем, выступил с позицией, которая характерна для прямо противоположных партий и движений. То есть, например, товарищ Бегизов выступил с позицией, ну, строго говоря, партии «Яблоко». А партия «Яблоко», как известно, это такая партия, которая внутри России поддерживает интересы иностранного капитала и, по существу, духовные отцы, которые находятся там, за океаном. При этом надо правильно понимать, кто такие вообще агенты. Агент – это действующий. Если человек действует в чьих-то интересах, то он является агентом вовсе не потому, что, может быть, ему платят, или там его командуют, или его настраивают, или науськивают. Есть определенное давление, есть определенное настроение, есть определенный испух. Может быть, человек, так сказать, в жизни не видит, какой-нибудь выход не может найти. И он оказывается жертвой такого давления, потому что вот эти санкции, которые делаются против России, окружение ее массы баз, это демонстрация все время силы. Это может привести к тому, что некоторые люди, у них не хватает внутренней твердости, они сдаются, и они, может быть, для себя безотчетно начинают повторять именно то, что от них требует. А что требует от нас сейчас американское империалистическое вооружение? Что она требует? Она, значит, организовала санкции, и она требует, чтобы мы постепенно сворачивали свою промышленность, и чтобы, так сказать, путем дальнейшего вывоза капитала в Россию уничтожить отечественное производство и сделать, по сути, нашу страну зависимой во всех отношениях, незамостоятельной. Если у нас раньше, можно сказать, закрывались производства, закрывались предприятия, прежде всего обрабатывающие, машиностроительные и так далее, и, дескать, мы гордились, я имею в виду уже ельцинское время, гордились тем, что мы много нефти и много других ресурсов отправляем за границу. Вот из нас и хотят или хотели сделать полуколонию или колонию экономическую, не в смысле прямого политического воздействия, а в смысле экономического. Но как показывают события в других странах и как показывают действия мирового жандарма на мировой арене Соединенных Штатов Америки, они уже чисто экономическим влиянием не ограничиваются. Что произошло с Югославией? Была страна, страна, между прочим, боровшаяся с фашизмом, очень сильно самостоятельно. Это не Болгария, которая на самом деле поддерживала Гитлера, а потом, когда уже наши войска подошли, они, значит, поменяли свою позицию и как бы стали, задружились с нами. А это Югославия боролась сама. И вот в союзе с Советской Армией, с Красной Армией удалось победить фашизм и в Югославии. И что с этой Югославией сделали добропорядочные, вроде бы, демократические страны? Во главе с Соединенных Штатами Америки они разбомбили, уничтожили эту самую страну Югославии. Нет больше Югославии, есть много разных всяких стран, очень мелких, и Черногория, и Сербия, и Хорватия, и ряд Македонии. Короче говоря, даже всех и не упомнишь, и они никакой роли уже в мировой политике не играют. Или возьмите Ирак. Под смехотворным таким предлогом, дескать, а вот не кажется ли, а вот вроде у нас есть какие-то данные, что там есть якобы оружие массового поражения. Прилетели самолеты, вошли войска, уничтожили государство, повесили президента, уничтожили его семью, застрелили внука. Ну, потом говорят, вообще-то нету никакого оружия массового поражения, но на всякий случай мы вот это проделали. И что с этого началось? Вот уничтожено светское государство на Ближнем Востоке. И это, собственно говоря, и привело к началу ИГИЛ. Потому что уже иракское государство, это государство религиозное, а там другие есть религии, или другие ветви одной и той же мусульманской религии. И те начинают на религиозной основе организовывать другое государство. Начинается потом борьба с этим самым Египтом. На этом ничего не остановилось. Потом еще одна стадия Ливия. В Ливии, в общем, и так господствовали в экономике иностранной монополии, потому что они выкачивали ливийскую нить, но что-то отдавали ливийцам. Ливийцы там сделали бесплатное образование, бесплатное обучение. Молодые люди женились, и после этого они получали жилье нормально. И опять прилетели самолеты, стали стрелять пушки, пулеметы, гоняться на самолетах прямо за отдельными людьми и расстреливать. И уничтожили это государство. Народ, чтобы спастись от этой ужасной жизни, когда всех убивают, стал кидаться в Средиземное море, плыть там в сторону Европы, на чем попало. Десятками, сотнями и тысячами тонули в этом Средиземном море. Бегут эти все беженцы куда? В Европу. Откуда проблема беженцев? Кто ее организовал? Организовали вот эти самые государства, которые во главе Соединенных Штатов Америки проводили и проводят политику фашизма на экспорт. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шеминистических элементов финансового капитала, то есть банковского срачного с промышленным. И внутри страны у них все хорошо, там демократия, там голосуют, там принимают решения, в соответствии с этими решениями действуют. Как только они выходят за границу, они там действуют как дикие звери, как самые настоящие фашисты. И вот мы с этим явлением фашизма на экспорт имеем дело. Я думаю, что все понимают, что если бы в Сирии Россия не воспрепятствовала тому, что там происходило, то там такая же резня была. Там есть такой блок прогрессивных, буржуазный, прогрессивной партии, которая главляет АСАД. И в этот блок входят в том числе и коммунисты сирийские. То есть ясное дело, что там отнюдь не социалистическая страна, тоже буржуазная. Но ведь нужно было бы убрать то руководство, которое есть, которое избрано демократически, чтобы там было. Уничтожили бы еще одно государство, светское последнее, которое осталось на Ближнем Востоке. И вообще этот взрывоопасный район, он бы превратился в такое метео, в котором бы люди уничтожались, действовали террористические силы. И это представляло бы угрозой для всех других государств. А для нас особенно, у нас в Подбрюще, туда к Средней Азии, туда с южной стороны, могли прийти войска, и мы должны были бы там защищаться уже непосредственно на своих границах или уже на своей территории. А вот благодаря тому, что российское государство стало защищать свои интересы, причем интересы вполне понятны, для того, чтобы быть достаточно крупной державой, надо выходить в Средиземное море. Если у вас не будет в Сирии базы, она единственная база, которая у нас вообще есть за рубежом, значит, вы в Средиземное море не выйдете, будете заперты в Черном море. А вы сейчас наблюдаете, когда мы и вовсе не заперты в Черном море, но уже американские самолеты, разведчики летают буквально вдоль наших границ, для того, чтобы и в том числе знать ту частоту, на которой работают наши радары, и готовиться к возможным действиям. Поэтому под угрозой вообще находится существование российского государства как такового. Ну и надо понимать, что если это российское государство крахнет, так сказать, и если оно потеряет самостоятельность, как потерял самостоятельность Ливия, Ирак, Югославия, то здесь начнется страшная резня и уничтожение людей. Ну вот я не знаю, то ли люди недалекие, то ли люди, так сказать, необразованные, но есть такие люди, которые под таким вот давлением, которое на нас оказывается, они начинают сдаваться и начинают повторять то, что говорят наши логические противники, классовые противники, ну вот повторяют и выражают интересы крупной империалистической бургазии, которые проводят политику фашизма на экс. Вот в этом смысл выступления товарища Бегизова, открытого, который выступил с тем, что, дескать, надо уйти из Донбасса, уйти из Сирии, надо не противодействовать и поощрять всякие иностранные инвестиции, а инвестиции – это что такое? Это убиение, умерщвление нашей собственной промышленности, собственного сельского хозяйства и так далее. И это вот последнее, что я хотел бы подчеркнуть, ну скажем, по поводу всего предыдущего, еще споры всякие идут. А последнее – это то, что вот чем скорее поцелует наш руководитель государства, сапог американского солдата, тем лучше будет. Надо, так сказать, скорее это сделать. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Это что значит? Это значит позвать в страну американские войска. Ну если лучше это, если вот, как говорится, американцы не дураки, взяли бы вот это, то, что написал и выставил товарищ Бегизов. Вот есть люди в России, которые просят нас, чтобы мы быстрее пришли, а мы задерживаемся, так давайте пойдем навстречу. Это же иногда делалось специально. Ну а усложный дурак бывает хуже врага. То есть здесь вопрос уже не Бегизове, а здесь вопрос в том, что речь идет о том, что внутри рабочей партии России действует человек, считающийся членом партии, проводящим прямо противоположную политику, политику противоположного класса. Может ли партия рабочего класса допускать у себя внутри такое идейное течение, которое прямо противоположно и программе, и уставу. То, что она противоположна программе и уставу, это легко доказать. У нас вывешены и программы, и устав. Если вы почитаете программу и устав, и сравните с тем, что высказано Бегизом, совершенно понятно, что и программа нарушается, и устав нарушается. А тем не менее оказались люди, которые говорят, давайте подумаем, давайте не будем исключать. То есть оказывается, что в нашей партии есть люди, очень хорошие, причем я как раз хочу подчеркнуть, я их очень уважаю, которые, так сказать, много делают, много работают, но считают, что ну как, нельзя же так наказывать, надо пожалеть. Но надо пожалеть, во-первых, народ, потому что если встать на позицию Бегизова, значит не пожалеть тех, кто, наших бровольцев, которые погибают в Донбассе. Их там много погибает, в том числе российских. А что, а украинских граждан, которые там отстаивают свое право на нормальную жизнь в Донбассе и Луганске, не надо пожалеть, а сколько их уже погибло. Я считаю, что вот в условиях, когда люди гибнут, вот такую вещь сказать, дескать, что пусть в Россию еще придет американский сапог. И вот они Украину не пускают. Кто не пускает? Донбасс и луганчане. А его тут изнутри рабочей партии России зовут прийти в Россию. Приглашают, можно сказать. Считают, что задерживаются. Чем быстрее придет, тем лучше. Причем этот человек еще считается членом партии. Поэтому то, что его исключили, я думаю, что это абсолютно правильно. Это немедленно надо было делать. Но то, что некоторые товарищи какие-то при этом колебания допускали, и еще думали, а может, как же так, не слишком ли мы резко выступаем. Ну, вообще-то коммунисты думают прежде всего об интересах большинства и об интересах рабочего класса. А потом уже об отдельных личностях. Просто потому, что они наши дружки, или вот мы вместе с ними сидели, или мы вместе с ними что-то делали, тогда они уже выше, чем вот те люди, которые сейчас гибнут. У нас есть товарищ Бартаков, который, между прочим, в этих событиях участвовал, в том числе на стороне тех, кто восстал против фашизма американского на Украине. И, так сказать, до сих пор ему приходится в некоторых вопросах очень остерегаться, что как бы не нашли его и не стали преследовать. А в это время, оказывается, внутри партии есть люди, которые говорят, ну ничего такого, ну человек ошибся, это не ошибки уже. Это не ошибки. То есть, есть политический подход, и это если политическая партия, она должна подходить политически прежде всего. И это не так надо рассматривать, что есть какие-то личные интересы, какая-то личная доброта, а это какая-то общая политика, это какие-то там программные установки. Подумаешь, так это вот общее, это что? Это общее означает, что это интересы громадного большинства рабочего класса, громадного большинства трудящихся, наших добровольцев, которых российских. Это и память тех людей, которые уже погибли за то, чтобы сюда не ступил американский сапог. И можно сказать, что вот там про Крым ничего в бегизме не написано. А я вот разговаривал с крымчанами, которые к нам приезжали на научную конференцию. Я говорю, а вы понимаете, что вот вы тут в Крыму уже начинаете устраиваться, смотреть, чтобы у вас были такие же пенсии, там пособия, как в России. А вы не думаете, что вот там вот у вас Луганский и Донецкий вот за ваше это благополучие сейчас воюют люди? Вы хоть бы им помогли? Не особенно там сказать, что уж прямо именно из Крыма помогают. Там, как говорится, занимаются устройством своих уже дел. Поэтому я хочу сказать, что вот такой размагниченности, отсутствие бдительности и в стране-то не может быть, потому что говорят, сейчас у нас нет военных действий. Ох, нет военных действий. А сплошь и рядом наши люди участвуют в военных действиях. Или это отдельные добровольцы, или это наши военнослужащие в Сирии. Причем совершенно понятно, что если мы дождемся того, что это ИГИЛ подошло бы к нашим границам, то потери были бы совсем другие, гораздо больше. Но это люди, которые гибнут, это потери. Как же в это время можно еще о таких вещах говорить? И как можно защищать того в партии, что не надо, так сказать, его исключать, а давайте ему выговоры объявим, давайте ему погладим, просто скажем, что он нехороший, нехорошо в себя поступает. Я считаю, что это вот такая мягкотелось, и это граничит с беспринципностью. Я считаю, что совершенно правильное решение приняла наша партийная организация, которая осудила примиренчество по отношению к тем, кто провокандирует такие идеи, которые выражают интересы иностранной империалистической буржуазии, которые враждебны интересам и делу рабочего класса и трудящихся России. Я считаю, что рабочая партия России, так сказать, из этой вот такой ситуации вышла здоровой, потому что она правильное решение приняла. Я думаю, что это и знак для всех остальных, и для других организаций, и для партии в целом, что надо повысить бедительность и понимать, что вообще-то у нас страна, вот у нас Советский Союз разрушен, у нас Россию собирались уничтожить, на нас со всех сторон, так сказать, так или иначе наступают и нападают. Нам и так приходится вести самые разные действия, в том числе и вооруженную борьбу, в том числе и государством неорганизованную, а просто туда по своей воле едут люди на Украину, для того, чтобы помочь нашим товарищам отбиться от американского фашизма на экспорт на Украине. В этих условиях мы должны чувствовать себя мобилизованными, а не распущенными, что, так сказать, мы можем кого-то пожалеть и гладить по головкам за такие вещи, за которые надо бить по этим самым головам. Спасибо за внимание. Михаил Васильевич, а можно еще вопрос? Вот зрители нашего видеоканала Фонда Рабочей Академии задавали вопрос. Вот в чем разница подходов? Вот в Первой мировой войне большевики призывали к поражению собственного правительства, а сейчас вроде как мы не призываем к этому. Вот в чем разница ситуации тогда и сейчас? В Первой мировой войне фашизма не было. Не было. В этом и разница. Потому что в Первую мировую войну поражение нашего правительства вовсе не означало, что мы потеряем территорию и потеряем самостоятельное государство Россию. То есть сила государства, участников Первой мировой войны была приблизительно одинаковой? Дело не в этом. А дело в том, что вот эти войны, которые были до этого, эта мировая война, она не означала уничтожение какой бы то ни было страны. Это значит заберут проливы, значит какую-то часть территории, может быть растерзают эту самую Польшу. Но вовсе не значит, никто ни Россию бы не уничтожил, ни Германию не уничтожил, ни Англию, ни Францию. И до этого войны были между Англией и Францией. Что они кончались тем, что не стало Францией и не стало Англией? Такого уже не было. То есть таких войн, как сейчас, когда берут и уничтожают вообще государство. А что произошло во Вторую мировую войну? Давайте мы сейчас будем говорить. А во Вторую мировую войну она тоже была империалистическая? Вот когда был фашизм. Что, какая была бы судьба России, если бы Гитлер победил? И вдруг бы кто-нибудь здесь стоял на том, что надо? А стоял перед войной Троцкий же, собственно говоря, такие инструкции своим сторонникам в СССР и давал. Дескать, мы давайте сделаем так, как делали большевики во время Первой мировой войны. Давайте, значит, мы выступать будем за поражение своего правительства. И придет другое правительство какое? В Глэе с Троцким. Что имелось в виду? Ну и при этом Троцкий рассчитывал, что, дескать, вот останется просто от нас куски отрежут и все. А никто не собирался отрезать только куски. Собирались уничтожить страну совсем. И, так сказать, я знаю, что и русских, поскольку их нельзя сделать из них рабов, их надо уничтожать. Их и так уничтожали при Ельцине. Что у нас получилось, как только сделали эту контрреволюцию? Сразу смертность больше рождаемости, и у нас уничтожается, уничтожается, уничтожается. Поэтому как можно сравнить общие ситуации? А в ситуации фашина на экспорт, это вот такого рода рассуждения придут к тому, что не просто пойдет, так сказать, ухудшится положение. Или потерпит поражение правительства. Просто сюда, так сказать, войдут американские войска и будет резня. Ну, вы что, не видели, что будет в Ливии? Что думаете? Да они Ливию меньше ненавидели, чем Россию. Умножайте на 20, на 30, на 100. Вот те, так сказать, репрессии и те жертвы, которые могут быть в России. Миллионы прольют, убьют миллионы людей, сожгут. Они же говорят, страны – изгои. Где такое было? Был это в Первом мировой войне? Изгои. Кто такой? Вот если вы изгои. Вас как бы уже нет. Ну, еще до вас не добрался. Ну, вы уже все. Уже предопределено. Вас не будет. Только вот я еще немножко сейчас добраться до вас и конец. Это же в открытую говорится. Дескать, вот КНДР, Иран, Россию – изгои. Уничтожить их. Уничтожить их. Это объявлено. Это просто большинство, как государственная политика, как на этом фоне, так и рассуждают. Это рассуждают дружки этого самого Троцкого, троцкисты. Они этот троцкизм у нас распространяют. Это все называется левый. Мы каждый раз подчеркиваем, когда спрашивают, а они левые или не левые. Не левые они. Левые – это те, которые за диктатуру пролетариата. Вы видели, чтобы эти левые выступали? Вон Удальцов отказался от диктатуры пролетариата и стал левым. Или Грудинин, может, левый? Он не левый. А кто левый? Левая – это рабочая партия России. Она левая, да. Сурайкин. Сурайкин – нет. Я прочитал внимательно их программу. Они в начале программы рассказали, что была диктатура пролетариата, а то, что они собираются ее установить, и разговора нет. И говорят об общенародной собственности. Я не знаю, что это такое. Я знаю, что у Маркса и у Ленина общественная собственность, а у Сурайкина – общенародная. Это общенародное государство, общенародная собственность. Это глупость. Какая она может быть общенародная, когда государство есть? Государственная собственность и кооперативно-колхозная собственность являются двумя формами подчинения производства общественным интересам и тем самым единой общественной собственности. Сурайкин в этом не разбирается. Поэтому у него повторение того же самое, что было при Хрущеве и Брежневе. А насчет диктатуры пролетариата как задачи? Там такого нет у них. Я внимательно прочитал. Думаю, может быть, эти что-нибудь хорошее, умное сказали. Нет. Думаю, может быть, эти что-нибудь хорошее, умное сказали. Думаю, может быть, эти что-нибудь хорошее, умное сказали. Думаю, может быть, эти что-нибудь хорошее, умное сказали.